В Международной медицинской клинике New Life мы проводим полный спектр обследований по направлению гастроэнтерологии. Мы делаем как эндоскопические исследования, гастро-аденоскопии, колоноскопии, ректоскопии, аноскопии. Мы делаем ультразвуковые исследования, ультразвуковое исследование, если необходимое, компьютерная томография и МРТ, магнитоядерно-резонансное исследование. Мы лечим по западным стандартам. Кроме того, мы используем также и клиническую профилактическую медицину. То есть мы учитываем нормальную физиологию пищеварения. Мы не в состоянии медикаментозно компенсировать издержки образа жизни. То есть мы не можем только таблетками вылечить то, что мы неправильно делаем. Но очень часто люди не знают, что такое правильно делать. И более того, они не знают, а как это может повлиять, если вдруг я буду правильно делать. Может быть это очень сложно и невозможно. А во-вторых, на самом ли деле это настолько серьезно или настолько важно. Хочу сказать несколько фраз в этом направлении. И вот это очень важно, что мы не совсем используем все те же стандарты, которые существуют в Украине в направлении гастроэнтерологии. Мы стараемся все-таки обязательно направить человека и изменить его определенный образ жизни с учетом нормальной физиологии и питания. Многие заболевания, можно даже все заболевания желудочно-кишечного тракта, начиная от воспалительных, заканчивая раковыми, дивертикулы, полипы и так далее. Вот они практически все зависят от одной из ведущих причин. Это от времени, от момента поступления пищи в ротовую полость до момента выхода через прямую кишку. Чем дольше это время, тем больше проблем. Чем меньше это время для нормального здорового человека, тем меньше проблем. Более того, чем дольше пища находится в отдельных отрезках желудочно-кишечного тракта, тем больше проблем в этих отрезках. Например, чем дольше пища находится в желудке, тем больше проблем в желудке. Чем дольше печень находится в 12-перстной кишке, тем больше проблем в 12-перстной кишке, в желчном пузыре, в печени и в поджелудочной железе. Почему? Ну потому что эти органы, печень, поджелудочная железа и желчный пузырь открываются своими протоками в 12-перстную кишку. И чем дольше печень находится в толстом кишечнике, тем больше проблем в толстом кишечнике. Если мы не учитываем нормальную физиологию питания, если мы не учитываем, а через какой промежуток времени пища уходит из различных отрезков желудочно-кишечного тракта, и что для этого необходимо сделать, то очень часто применение даже самых хороших препаратов, к сожалению, улучшение от них носит временный характер. Поэтому мы изначально говорим о том, что вам необходимо и каким образом это сделать. Вот как раз-таки на приеме у гастрометеролога все эти моменты обязательно учитываются. Каким образом это все происходит и как это необходимо, как это важно знать. Да, мы рассказываем о правильном режиме питания. И мы рассказываем, что такое режим питания. Это очень простая вещь. Это когда мы действительно даем пище полноценно перевариться в отдельных отрезках желудочно-кишечного тракта, чтобы спокойно перейти в другой отдел желудочно-кишечного тракта. Мы знаем, сколько это по времени необходимо. И почему происходит так, что пища дольше остается. А если она дольше остается, она не просто остается, она бродит, гниет, выделяется определенное количество газов и ухудшается пищеварение. И это приводит к многим последствиям. Мы это рассказываем. Мы рассказываем о том, как важно правильно употреблять воду. К сожалению, большинство наших людей живет в состоянии хронического обезвоживания. Это очень сильно сказывается на заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Мы рассказываем о том, как правильно употреблять различные продукты питания, которые будут улучшать пассаж пищевого комка по желудочно-кишечному тракту. Например, что такое достаточное употребление клетчатки и многое другое. На своих приемах мы обязательно даем, какую пирамиду питания необходимо человеку. При этом мы ничего не запрещаем. Мы не говорим, что нельзя того или нельзя того, не делай того. Нет, не такая у нас диета. А мы рассказываем о том, что можно и что нужно. Но при этом мы выставляем приоритеты. Мы говорим, что если вы каждый день будете вот это употреблять, иногда добавляя вот это, то даже вот это вы себе можете позволить, скажем, по определенным дням или праздникам и так далее. Кроме того, мы даем конкретно, что необходимо на завтрак, что необходимо на обед, что необходимо на ужин, какие промежутки должны быть между завтраком, обедом и ужином и многие другие вещи. Что это дает в конечном итоге? В конечном итоге это дает возможность не так много назначать медикаментов, медикаментозного лечения. Потому что очень часто возникает такая тенденция, что мы пытаемся не учитывать, что человек должен делать или не должен делать, а только назначаем медикаменты, чтобы это как-то компенсировало издержки его образа жизни. Мы говорим нет. Если вы придержитесь вот этого образа жизни, который мы вам назначаем, и, кстати сказать, пациент очень легко его переносит, и он совершенно нормальный, если человек это выполняет, то и количество медикаментов, которые необходимо ему назначить, тоже сокращается. Очень часто в течение достаточно быстрого промежутка времени, не месяцами, не годами, а может неделю, полторы, состояние его улучшается, и он привыкает к такому образу жизни и чувствует себя полноценно. И потом, если даже что-то у него возникает, он понимает, что необходимо сделать, чтобы у него этого не было. И таким образом человек чувствует себя не больным, не закабаленным, а полноценным и нормальным человеком, который может себе определенные вещи, в общем-то, позволять. Но при этом человек понимает, как выставить приоритеты и что необходимо сделать. Мы практически занимаемся всеми теми заболеваниями, которые стоят в гастроэнтерологии, и гастриты, и дуодониты, и холециститы, и панкреатиты, колиты, различные другие виды заболеваний. И при необходимости в нашей клинике, если есть такая необходимость, мы делаем и определенные корригирующие оперативные вмешательства. Поэтому, если у вас есть проблемы с заболеванием желудочно-кишечного тража, добро пожаловать в Международную медицинскую клинику New Life. Мы постараемся с вами поделиться самыми современными данными в этом направлении и помочь вам избавиться или же добиться длительной ремиссии ваших заболеваний. Продолжение следует...